Главная цель Алиф-клуба. Какая у нас главная цель? Да. 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 Привести людей кишу. Во-первых, евреев. Во-вторых, хелленов. Да. Главная цель. Пятый вопрос. Что главное на Алиф-клубе? Ужин, общение, тема. Общение. Правильно. Шесть. Почему ужин длится 30 минут? Чтобы поговорить, а познакомиться. Конечно. Да. Для общения. Для более тесного знакомства. Кто должен победить в споре? Гость или служитель? Спора не должно быть. Даже возникнуть не должно. Да. Да. Оцените от 0 до 10 баллов. Уверенность в том, что вы не будете опаздывать на Алиф-встречи. Вы оценили? Оценили. Хорошо. Какое главное качество Алиф-служителя? Ваши варианты. Посвящение. Чистое сердце. Чистое открытое рука. Чистая рука. Открытое. Подчинение служителю, руководителю. Очень хорошая ответственность. Очень хорошие ответы. Молодцы. Три главных принципа пастырьской опеки. Миротворцы. Слушатели. Вдохновители. Вдохновители, да. Очень хорошо. Оцените от 0 до 10 баллов свое согласие делать то, что скажет лидер команды. 10 баллов. А если не по писанию? Все по писанию. Молитесь ли вы ежедневно за Алиф? Ну, это уже будет после того, как вы начнете клуб. Да. Кто участвует в обсуждении темы? Гости. Молодцы. Гости, спикеры. Ну, я не буду писать. Гости. Руководитель, лидер только их направляет, да, вдохновляет. Ваш любимый вопрос при обсуждении темы к гостям. Вам понятно. Что вы думаете, да, по этому вопросу? Да, по этой теме. Да, очень хорошо. Что мы делаем, когда гость высказывает свое мнение в несоответствующее писание? Советуем читать Библию, выслушиваем, высказываем свое мнение. Выслушиваем. Кто в основном ведет общение с гостями во время ужина? Да, лидер столика, помощник может подключаться. Основано ли наше общение на Библии? Да. Ваши действия при заданном вопросе, на который вы не знаете ответа? Сказать, что, честно сказать, не юлить, да, сказать, что я не знаю ответа. Я обязательно вам отвечу на следующей встрече. Хорошо. Если человек срочно хочет услышать ответ, можно обратиться к кому-то из служителей еще. О чем и как долго вы можете говорить при обсуждении темы? О чем и как долго вы можете говорить при обсуждении темы? О теме. О теме или пять минутах. О теме. Вопрос, ответ вернее. Мы вообще не говорим при обсуждении темы. Послушайте внимательно вопрос. О чем и как долго вы можете говорить при обсуждении темы за столиком? Да, при обсуждении. Да, да, да. Да, в основном должны говорить люди, а мы можем только задавать наводящие вопросы. Время длительности, али, встречи. Два часа. Молодцы. На какие, али, встречи одной, на какие темы нужно вести общение во время ужина? На любые. На любые, обо всем. Да, такие душевные хорошие темы. Почему важно выехать из города на уикенд? Чтобы люди оторвались от городской жизни, чтобы ничто не мешало, чтобы мы не спешили никуда. Да, познакомиться ближе. Очень хорошо. Какая заповедь лежит в основе взаимоотношений Вали в клубе? Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо вам большое. Молодцы. Длинный. Ну, это для вас. Это просто помощь для вас. Вы знаете, теория, если к ней применить еще практику, она останется в жизни не просто теорией. Она действительно будет применяться. Поэтому то, что мы слышали, нам нужно еще, конечно же, применять. Кто будет готов, кто будет желать что-то делать для Господа, можно это все применять. Вот эта форма Алиф-клуба, вот эта форма служения, мы не говорим о том, что эта форма единственная, и более того, мы не говорим, что это самая лучшая форма. Но из того, что мы делали, пробовали, мы видим, что она достаточно проста, и те, кто ее применяют, они достаточно уверены в том, что Бог здесь, через это служение Бог действует. То есть мы видим, что через Алиф-клубы Бог реально действует, и приходят изменения в жизни новых людей. Поэтому мы не говорим, что это единственная возможность, мы не говорим, что это самое лучшее, но мы знаем, что через это Бог действует. У нас очень классный вопрос, который предлагается при отборе служителей. Если я вел человека в течение 5 лет, и вот он решил третий на Алиф, и вот служитель, которого я сейчас тестирую, доверю ли я этому служителю, вот этого своего человека? Хорошо. Мы сегодня будем проводить уже непосредственно само проведение Алиф-клуба. Мы сегодня этим будем заниматься. Для того, чтобы мы могли уделить этому максимум времени, для того, чтобы мы потом могли это обсудить и увидеть более ясную картину, и чтобы мы понимали, что есть этому продолжение, чтобы не было обрыва, Я сейчас вам дам некоторые наши практические советы, которые применяются в нашей общине, могут видоизменяться в других общинах. Мы сами тоже часто видоизменяемся, не стоим на одном месте. Какие же есть возможности, возможные варианты после Алиф-клуба? Хорошо. Да? Давайте мы подготовимся сейчас к этому, потому что это не менее важный вопрос. Для того, чтобы подойти к продолжению, очень важно обратить внимание на некоторые моменты. Это то, что на самом Алиф-клубе мы не разрешаем, мы не согласны с тем, чтобы поднимались вопросы, которые касаются критики, обсуждения, еще хуже, осуждения различных других деноминаций и различных служителей. То есть такие вопросы, такие разговоры, они просто не разрешаются на проведение Алиф-клуба, как среди команды, так и среди новых людей, которые приходят. То есть мы эти вопросы не поднимаем. Вы понимаете, да, что это очень важно? Хорошо. Тогда давайте же посмотрим, что у нас есть с таким клубом, как называется Алиф. Все мы поняли, да, что Алиф-клуб – это служение, которое входит в структуру общины. Что-то предшествует Алиф-клубу и что-то является продолжением Алиф-клуба. Помните, мы приводили в самом начале пример, что есть период до родов и есть важный период после родов. Правда? Давайте мы обратим внимание, что Алиф – это как время рождения чего-то или кого-то. Значит, есть какой-то предшествующий этап до Алиф, есть после Алиф. То, что предшествует до Алиф, мы говорили, это возможные евангелизационные служения, концерты, подготовки, которые дают нам возможность привести новых людей на Алиф-клуб. Вы помните, мы разбирали разные ситуации. Это концерт большой, концерт небольшой, это родственники, это знакомые, это реклама, это приглашение, это молитва за новых людей. То есть это приход новых людей на Алиф-клуб. Есть еще такой вариант, как уютные дома. которые предшествуют Алиф-клубу. Но в каждой общине, в зависимости от структуры служения общины, это служение может быть как ярко выраженное, то есть есть место, куда приходят новые люди. Уютный дом, да? Куда приходят новые люди, и в течение какого-то небольшого времени за ними просто там, с ними дружат, не говоря ни на какие темы, абсолютно не обсуждая. Просто какое-то время, это, например, даже мы можем себе уютный дом представить как просто какое-то дружеское знакомство с каким-то новым человеком. Или же поддержка какого-то нашего там друга, родственника, соседа, какое-то время мы с ним общаемся. Это тоже как время провождения в уютном доме, где мы говорим о каких-то очень свободных темах, не касающиеся ни общины, ни писания, ничего. То есть время уютного дома. В каждой общине это по-разному. В каждой общине это время совершенно, ну, неопределенно. Кто-то четко ставит границы. Это полтора месяца или два месяца. Например, для нашей общины у нас нету такого, как четкое понимание уютного дома, потому что у нас город небольшой, и для того, чтобы нам приводить людей на уютный дом и не говорить о том, что мы неверующие люди, у нас этого не получается. То есть у нас люди, если они узнают о нас, они уже знают, что мы верующие. У нас люди уже могут до времени прохождения Алиф-клуба прийти на определенную домашнюю группу, где за ними будут просто их любить и за ними о них заботиться. Но мы не делаем отдельную группу из таких людей, потому что для нашего города небольшого, для нас нет смысла. То есть у нас нет отдельного этого служения, уютный дом. Мы приводим на домашнюю группу, где есть хорошие, любящие братья и сестры, которые будут просто заботиться об этом. человеке до времени попадания на Алиф-клуб. Это то, как мы попадаем на Алиф-клуб. Алиф-клуб – это можно, знаете как, озвучить, как время встреч и обсуждений. Мы напишем, что на Алиф-клубе это время больше обсуждения. Уютные дома – это время, может быть, заботы. То есть все, что предшествует Алиф-клубу, все время контакта с новыми людьми – это все время заботы. На Алиф-клубе – это уже время, где мы будем обсуждать. Вы слышали всю структуру Алиф-клуба. Это время обсуждений, обсуждений различных тем, касающихся уже Библии. Правда? Что же делают люди, которые приходят и заканчивают Алиф-клуб? Как происходит у нас? Это, конечно же, пример, допустим, город, который небольшой, община, которая имеет различные служения, много разных служений. То есть вот по примеру такого. Проходя Алиф-клуб, люди, есть несколько возможностей различных продолжения Алиф-клуба, куда попадают люди. Одна из возможностей – это домашняя группа. На эту домашнюю группу приходят люди, то есть после прохождения Алиф мы даем людям возможность определиться. На эту домашнюю группу в основном приходят люди. Мы их помещаем в эту домашнюю группу. Это люди возрастные. Вы понимаете, что есть люди даже возрастные, которые хотят даже дальше учиться и очень глубоко учиться. То есть здесь имеется в виду люди возрастные, которым тяжело дальше учиться, углубляться в такие темы по писанию, изучению писания, становиться служителем, становиться лидером, становиться уже на другой уровень. На этой домашней группе больше возрастные люди. Дальше. На таких домашних группах мы еще определяем, это люди, которые, ну, можно сказать, занятые. От своей занятости, например, там, ну, у человека много различных занятостей. Это много детей, это работа, это какой-то свой бизнес, который не позволяет дальше. То есть если человек занят, у него всевозможные ответственности еще в жизни есть. Другие. И он говорит нам о том, что я не могу идти дальше, чтобы посвящать себя изучению писания, посвящать себя больше, на более глубокий уровень, он приходит на эту домашнюю группу, где он продолжает расти, но, может быть, уже не такими темпами, как бы он рос в другом месте. Мы сейчас будем говорить о том, что еще есть место, куда приходят люди. И люди не готовы идти дальше. Также после Алиф одна из основных форм, которые мы ставим цели достигать приобретения людей на этап после Алиф это бейт. Бейт. Ну, продолжение. Бейт. Бейт. Да. Это уже можно назвать как обучение. Обучение. Что имеется в виду на Бейт? Клуб Бейт. Это две цели. Это такое врастание в общину. Врастающий процесс в общину. Это врастание в общину. И здесь же на Бейт служение уже идет очень конкретная мотивация на служение. что значит врастание в общину. Это то, что человек уже уже узнает о том, как строить взаимоотношения с наставником, как строить взаимоотношения друг с другом. это это уже более глубокое изучение Писания. Но я сейчас буду говорить о каких темах дальше будет идти речь и на какое время. Мотивация на служение это время приобретения для этих новых людей, которые пришли после Алиф, приобретения такого понимания, что такое служение, зачем служить, мое решение служить. То есть это приблизительное время, когда человек уже определяется, что я перестаю служить себе, а начинаю служить другим. И это исполнение воли Божьей в моей жизни. Записали. Бэйт-служение, Бэйт-клуб у нас проходит от трех до шести месяцев. Люди, которые прошли Алиф-клуб, которые принимают твердое решение идти дальше, готовятся поднимать свой уровень духовный, врастаться в общину, принимать решения по отношению к служению. Находясь на этом Бэйт-клубе, они каждую неделю встречаются. Тут определяется, как они будут встречаться, в зависимости от количества людей на Алиф-клубе. От количества людей на Алиф-клубе формируется уже Бэйт-клуб. На Бэйт-клубе есть руководитель, который ведет этих людей. Это может быть человек, который вел их за столиком, это может быть еще новый человек, который будет приходить и давать более конкретную, то есть похоже на Алиф, где был спикер, помните? Но здесь будет уже приходить человек тоже, который будет давать темы, которые уже более глубокие. Здесь уже идет уровень более глубокого изучения Библии. Здесь уже даются домашние задания на неделю, как практические, так и по чтению, по изучению Библии. То есть это уже другой уровень отношений с Богом и отношений друг с другом. Это более высокий уже уровень духовности, приобретения духовной жизни для человека. Вы понимаете, да, что я говорю? Вот. Это уже Бэт. Чем еще отличается Бэт-клуб? Бэт-клуб отличается тем, что во время вот этого духовного роста, во время определения служений этим людям рассказывается полностью, демонстрируется весь все предполагаемые служения в общине. То есть человек, находясь на Бэт-клубе, он уже знает, какие служения есть в общине. И в зависимости от его даров, в зависимости от его способностей человек может определять и выбирать себе служение. Мы говорили об этом. также после Алиф-клуба сейчас я еще покажу. Также после Алиф-клуба у нас есть возможность человеку попасть на домашнюю группу, которая можно написать по направлению. то есть например у нас проходят домашние группы. Не только такие домашние группы, где люди встречаются разного возраста. У нас еще есть домашние группы, которые проходят по направлениям. Домашняя группа по прославлению, домашняя группа молодежная, домашняя группа подростковая бар и батмитсва. То есть человек после Алиф-клуба проходя обучение на Бэт, он может выбирать себе домашнюю группу по направлению, то есть входить постепенно в служение. Самая главная цель это чтобы человек родился свыше на Алиф, мы видим, переходя на Бэт, он приходит уже на новый уровень взаимоотношений с Богом, более глубокий уровень взаимоотношений с Богом, и он уже должен стать частью его еврейской мессианской общины. То есть он должен стать частью семьи, частью общины. Он должен знать, что находясь в общине или в церкви, он имеет определенное призвание от Бога. Бывали у нас случаи, это было очень мало, но есть как вариант, когда человек проходил Алиф-клуб, при этом он не еврей, но он проходил Алиф, его очень все заинтересовало о Боге. Он что-то узнал, но еврейский вопрос для него стал проблемой, хотя подавалась тема и об антисемитизме, но еврейский вопрос стал для него проблемой, не как таковой, что он с ней не согласен, но он и зная уже, что есть Бог, зная, что Бог дал Библию, знает, что он уже стал сыном или дочкой Божьей, приобрел уже Духа Святого, и он, были у нас такие случаи, что он не шел в мессианскую общину, а он шел в церковь, поэтому для нас это тоже нет никакой, знаете, такой явной преграды, где мы с этим будем не согласны, то есть также были истории, когда человек шел в церковь, и ему было это ближе, и ему было это проще, но самое главное, чтобы он родился свыше, чтобы он был спасен, да, вот, хорошо, также еще вы помните, что у нас был такой момент, что люди, которые проходят Али в клуб, они могут стать на следующее прохождение Али в клубе, они могут стать помощниками, помощник Али в клубе, все эти люди, которые вышли из-под Али в клубе, они остаются в общине, они остаются в общине, им предлагаются всевозможные варианты, лучший вариант, конечно, когда человек проходит через БЭТ, когда он выбирает себе группу домашнюю по служению, когда он духовно растет, после этого, конечно же, в каждой общине или церкви по-разному, еще идет школа служителей, или лидерский класс, или лидерская школа. Здесь уже человек, конечно же, служитель, то есть он неправильно, когда человек изучает и посещает долгое время темы о служении, но при этом не пытался, не делал никаких решений, шагов для того, чтобы начинать служить. То есть это должно было быть в практике. Поэтому получается, что вот допустим в таком вот варианте, это идеальный вариант, при этом люди, они никуда не теряются. Человек становится служителем. Есть допустимые варианты, когда люди попадают на домашние группы. Есть допустимые варианты, когда Алиф, пройдя Алиф, он становится помощником на Алиф-клубе, но он все равно находится под властью этот человек, под духовной властью. Он находится либо даже он может находиться на бейт, он может находиться на вот такой домашней группе, он может находиться на такой домашней группе. То есть если он даже помощник на Алиф-клубе, он все равно должен быть место, в котором он растет. Вы понимаете, да? Хорошо, вот это приблизительная картина такого Алиф-клуба и отвлётление от Алиф-клуба. Когда мы проходили вот эту такую классическую форму Алиф-клуба, у нас появилось понимание, взгляд, ясность, и мы начали пробовать проводить уже не просто такой Алиф-клуб, который мы вам подавали, вот эту классическую форму, да? Мы начали проводить Алиф-клуб, мы немножко уже говорили, упоминали. Мы начали проводить, нам стало легче это проводить, потому что мы уже это приобрели, нам стало легче проводить Алиф-клуб по семейной, по направлениям, семейной Алиф-клуб. Потом у нас получилось, что мы начали проводить Алиф-клуб молодёжный, Алиф-клуб подростковый. Вот сейчас у нас проходит Алиф-клуб подростковый, вот именно в этот момент. Вы знаете, и он проходит действительно с таким успехом, даже как на меня он как-то поинтересней, с большими результатами по сравнению с молодежным. Хотя молодежный, он очень такой динамичный, он очень творческий клуб. И мы обратили внимание, что для подростков, это уже дети в возрасте бар и батмитсвы, это служитель, который отвечает у нас за служение бармитсвы, батмитсвы, он проводит вот этот Алиф-клуб. И вы знаете, есть хорошие результаты. Сейчас на этот момент 16 новых постоянных подростков, которые приходят на этот клуб. 16 ребят. И мы видим, что есть результат. Вот. Потом еще из того, что мы научились проводить вот такой Алиф-клуб, мы предлагаем, и люди сами пробуют, на том месте, где человек работает, если у него много рядышком сослуживцев, он с ними пытается пробовать проводить несколько таких похожих встреч, как на Алиф-клуб, организовывает с ними такие встречи, как Алиф-клуб. То есть, имея приобретенный опыт вот такого Алиф-клуба, мы можем делать, находясь в еврейской общине, включать все свое творчество, при этом быть в посвящении, мы можем использовать это и в других возможных вариантах. На той же работе. Мы можем это, если у нас там, допустим, хорошие взаимоотношения с соседями, мы можем пробовать с ними какое-то проводить такие встречи, попробовать с ними проводить такой небольшой Алиф-клуб. То есть, вы понимаете, это более такой классический стандартный вариант. Но он очень хорошо действует. Мой совет, начинать с такого. Не начинать сразу, может быть, с семейного, или сразу с подросткового, или сразу с молодежного. Попробовать именно такой стандартный. Не переходить сразу на видоизмененный явно. Попробовать сделать такой, который мы учили вот несколько этих дней. Будут свои плюсы, будут свои минусы. Вы увидите, куда людей дальше отправлять. И уже, исходя из этого, вы можете применять уже и другие формы Алиф-клуба. И они будут уже лучше действовать, потому что есть приобретенный опыт того классического и уже не один год опробованного и промоленного Алиф-курса. Есть у вас какие-то вопросы по поводу вот этого понимания отправления людей в дальнейшее плавание? Человек, который становится помощником Алиф-клуба, но при этом не желает посещать ни домашнюю группу, ни дать. Как с ним быть? То есть он говорит, вот мне нравится с вами, я хочу вам помогать, но вот эти вот мероприятия я не хочу посещать. Ну, смотрите, если он будет помощником на Алиф-клубе, он все равно должен кого-то слушаться, он все равно должен понимать, да. То есть если он сам себе режиссер, то, конечно, вам будет трудно иметь этого человека как помощника на Алиф-клубе, потому что он должен пройти подготовку Алиф-команды. Он должен все равно быть частью общины. Он не может быть сам по себе, приходить только как помощник на Алиф-клуб. Он должен быть в определенном положении. Да, да, да. Показать, какое преимущество, когда ты находишься или в БЭД, или в домашней группе по направлению, или в такой домашней группе. Что ты находясь там, тебе все-таки будет проще, легче, ты знаешь людей, тебе служить будет как помощником Алиф-клубе, будет легче. Есть еще какие-то вопросы, куда нам отправить людей после Алиф-клуба? Для чего вообще Алиф-клуб? Это закрытое… Вот БЭД, допустим, БЭД-клуб – это уже закрытая форма. Вы понимаете, да? Сюда новых людей мы не приглашаем. Там спустя несколько тем, две-три темы, и мы не приглашаем новых людей. То есть это люди, которые пришли с Алиф. И здесь еще открытая форма, мы открыты к новым людям. Мы говорили о том, что Дух Святой очень сильно действует. Даже если человек приходит на середине Алиф-клуба, когда человек приезжает на уикенд, его Бог очень сильно касается, и он идет дальше. Сюда мы разрешаем, и это принято, новые люди. БЭД-клуб – это уже закрытая форма, где люди собираются, они обучаются и идут дальше. То есть 3-6 месяцев в зависимости от роста людей, в зависимости от служения, когда люди уже вошли в служение. То есть в зависимости от принятых тем. На БЭД-клубе уже темы намного глубже. Вы понимаете, да, там уже даются и домашние задания, там уже идут какие-то практические вещи. Например, даются такие темы, которые закладывают дальнейшие основания его верующей жизни. Вы понимаете. Еще есть какие-то… Вы понимаете, если люди такие, как бы, зависимые, которые потом направляли их на рецензии, были ли финалисты? Мы говорили в самом начале, что у нас была история, которая была как исключение, когда мы разрешили зависимому человеку приходить на Алиф-клуб. Это было как исключение, потому что обычно так, ну, не очень хорошо. Но здесь это было, ну, как понимание, откровение от Бога, что этому человеку нужно быть. И Бог все устраивал, и он прошел Алиф-клуб. И пошел дальше, он сейчас старший служитель. У нас был случай, когда на этот Алиф пришло две женщины, явно зависимые. И я пригласила служителя женского репцентра. Она пришла, она подсела к ним за столик, и после Алифа она с ними общалась, и она сейчас просто ведет их уже на личном уровне, общается с ними. То есть мы видим, что есть результат, и после Алиф-клуба человек не теряется. Человек все равно находится под вниманием, человек находится под заботой. Если на время до Алиф, это была большая забота, большее знакомство, даже можно написать знакомство. Это время знакомства. Первого знакомства. Уже на Алиф идут различные обсуждения. То есть кроме знакомства еще обсуждения. Бэйт – это уже обучение. Здесь уже готовый служитель. После школы служителей или лидерского класса тут уже готовый служитель. При этом на Бэйт-клубе, уже когда человек закончил Алиф-клуб, даже на домашней группе, человек знает точно, какие служения есть в общине. Он знает всевозможные служения, и ему предлагается молиться, ему предлагается пробовать и уже входить постепенно в служение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok